Продолжаем с вами чтение книги слова подвижнические преподобного Исаакова Сирина из Духовной Сокровищницы. Мы читаем с вами 83-е слово о покаянии. Как благодать на благодать в сирийском языке, это выражение значит высшая благодать. Людям по крещению дано покаяние, ибо покаяние есть второе возрождение от Бога. И то дарование, которое в залог приняли мы от веры, приемлем покаянием. Покаяние есть дверь милости, отверстая усиленно ищущим Его. Сию дверью входим в Божью милость. Помимо этого входа не обретем милости, сибу по слову Божественного Писания, согрешише, оправдаеме ту неблагодатью Его. Послание к Римлянам, 3 глава, 2-3-24 стих. Покаяние есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха Божия. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока не достигнем духовного рая благ. А когда достигнем, тогда оставляет он нас и обращается вспять. Рай есть любовь Божия, в которой, в наслаждении всеми блаженствами, где блаженный Павел напитался приестественной пищей, и, как скоро вкусил там одрево жизни, воскликнул, сказав, и же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не вздоша, «Я же уготовил Бог любящим Его». Первое послание к Олимфинам, 2 глава, 9 стих. «От древа сего был отстранен Адам, советом дьявольским, древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам. И с тех пор не встречал уже его радость, но работал и трудился он на земле терней. Лишенный любви Божией, если по правоте ходит, едя тот хлеб пота в делах своих, какой повелено было есть первозданному по отпадению его от любви Божией. Пока не обретем любви, дело не наше на земле терней. И хотя сеяние наше бывает сеянием правды, однако и сеем, и пожинаем мы среди терней, и же частно уязвляемся ими, и что бы ни делали, к своему оправданию, сколько бы ни совершали дел правды. Живем в поте лица, а когда обретем любовь, тогда станем питаться хлебом небесным и укрепляться в силах без работы и труда. Небесный хлеб есть Христос, шедшись с небесе и даясь живот миру. И это и есть пища ангельская. Кто обрел любовь, тот каждый день и час вкушает Христа и делается от всего бессмертным. Ибо сказано, кто снес от хлеба сего, и, гоже, а сдам ему, смерти не узрит во веки. Блажен, кто вкушает от хлеба любви, который есть Иисус, а что вкушающей любви вкушает Христа, сущего над всеми Бога, а всем свидетельствует Иоанн, говоря, Бог любый есть. Первое послание апостола Иоанна Богослова, 4 глава, 8-16 стих. Итак, живущий в любви, пожелает жизнь от Бога и в этом еще мире. Выщущаем им здесь, обоняет он и воздух, воскресенье, с ним воздухом, насладятся праведные по воскресенье. Любовь есть царство, о ней Господь таинственно обетовал апостолом, что вкусит ее в царство его. Ибо сказанное «да ясти и пиете на трапезе царствия моего» Иоанн Георгий от Луки, 22 глава, 30 стих, что иное означает, как на любовь. Любви достаточно для того, чтобы напитать человека вместо пищи и питья. Вот вино веселящее сердце человека, 103 Псалом, 15 стих. Блажен, кто испиет вина сего, испили его невоздержные и устыдились, испили грешники и забыли пути преткновений, испили пьяницы и стали постниками, испили богатые и выжелали нищеты, испили убоги и обогатились надеждою, испили недужные и стали сильны, испили невежды и умудрились. Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и духовным раем можем переплыть, можем переплыть только на ладе покаяния, на которой есть грибцы страха. Но если сие грибцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира всего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх его кормчий, любовь же божественная пристань. Поэтому страх водит нас на корабль покаяния, переправляет по смрадному море жизни и путеводит к божественной пристани, которой есть любовь. В всю пристань приходят все труждающиеся и обремененные покаянием. И когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога. И путь наш совершен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святый. Ему слава и держава и нас страхом своим досаделой достойными славы любви его. Аминь. Да послужат нам услышанные прочитанные мною слова преподобного Исаака Сирина ко спасению и особо покаянию, которого у нас не сомневаюсь, нет, абсолютно, ну, конечно, и меня тоже, ни у кого. Если бы у нас покаяние, мы были бы совсем другими. А мы только играем в православие. Игра. Мы только хорошие актеры, как святитель Игнатий Бринчанинов называл актерство душепагубным. А у нас в последнее время широкую аудиторию дали актерам, музыкантам, певичкам разным, возвысили их в ранг апостолов. Раньше хранили-то, как самоубийц, за оградами по ГОСТу. А теперь в лучших гимназиях своих суррогатных детей отдаем туда. Радуемся. Все изменилось, все переменилось. Кругом одно вранье, кругом одна ложь. Помоги нам, Господи!